Смотри, толстяк. Нихера ты прыгаешь. Ну всё. Блядь. Бам. Толстый. На, толстый. Оп. Слева. Справа. Слева. Справа. Справа. Как тебе получать-то, поморзе, нормуль? Толстый. Толстый. Лови! Уф. Хорошо, прописал я, красавчик. Чё ж ты левым-то бьёшь, когда правый удар будет? О, хорошо. О, приятно. Ладно, 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 всё, успокойся. Тихо-тихо-тихо. О, молодец. Всех приветствую, друзья, с вами Квант, и сегодня мы посмотрим на новую, недавно вышедшую в стиме выживалочку Scam. Действия игры происходят на острове, заключённых закидывают на остров и дают возможность выжить. Кто погибает, превращается в зомби. И на всю эту красоту сейчас вместе с вами посмотрим. Поехали. Итак, ребятки, мы появились возле воды, и там уже в зомбарике есть, ребят. Сразу, наверное, надо сделать, скрафтить кое-какие вещи, ну, к примеру, хотя бы каменный ножик маленький. Только что-то я не вижу здесь возможности раздобыть камни. Где они, куда делись? А, во, 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 во. Сейчас пару камешков буквально надо. И, кстати, круто, ребят, вот камешки валяются на земле, как в папке, не обязательно поднимать, можно сразу прям с земли крафтить. Вот, например, вот такой каменный маленький ножик. Сейчас быстренько скрафтим. Возьмём в руки хотя бы этот ножик и пойдём попробуем с зомбиком пообщаться. Мне очень понравилась система боевки, которая здесь сделана. И сейчас мы на неё посмотрим вместе. Так, закинем на руку, вот так. И погнали в зомби. Надеюсь, он один. Ещё один вон там ходит. Сейчас мы попробуем с ним пообщаться. Потом посмотрим в воду. Вода здесь тоже, насколько я понимаю, реализована классно. Если вещи намокают, они прибавляют вес. То есть это всё сделано максимально реалистично. Опа-на, зомбарь уже согрелся. Тут хоба-бам! Получил. Жалко, нет, у меня с собой какой-нибудь дубинки с дубинкой. Опа-на, не попал. Держи, толстяк. Кстати, у него вещи классные. Вещи подберём. Ой-ой-ой. Пропускаю. Да что ты... На самом деле, кулаками траться не очень интересно. Надо раздобыть какое-нибудь орудие и посмотрим на этой. Опа-на, не попал. Смотри, он шустрее меня. Так как ты... На, блин, толстяк. Ну, надо его по-любому вынести. Сколько ещё ударов ты выдержишь? О, хорошо. По лицу прям получил. Давай. Опа. Нет. Давай. Нет. Промазал. Да что ты... Хорошо. Сколько раз ещё тебя надо ударить? Каменный нож не помогает совсем. У меня уже здоровье, ребята, убывает. Это плохо. Хорошо. Наконец-то свалили. Сейчас мы его быстренько залутаем. Посмотрим на его одежду. Его одежда, хоть она и грязная, хоть и стрёмно её одевать, но в любом случае нам её придётся одеть, чтобы... Так, так. Вещи. Ага, ага. Сколько здесь? Один килограмм. Здесь вот, смотрите, есть вес одежды и есть вес, сколько ты можешь в неё загрузить. И здесь, и здесь один килограмм, да? Так что лучше, наверное... Хотя они оба по два слота. Разницы нет. Этот грязный, грязный не будем. Мы сейчас его на ткани разорвём. Кипончик оденем. И штанишки, по-моему, круче. Здесь... Стоп. Стоп, 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 стоп. Да, один слот. Разницы нет. Я что-то неправильно сначала посмотрел. Это выкидываем. И штанишки посмотрим. Штанишки выдерживают один килограмм. Здесь 0,8. Нет, мои круче почему-то. Ладно. И здесь сапоги. Правда, изношенные у меня они целые. Не иголка. Нифига себе. Ладно, ставим иголку. И сразу можно, ребята, разорвать на ткани. Сразу перевяжем руку, если у нас есть ранение. Сейчас посмотрим. Смотрите, какие грязные штаны. Какие грязные. И вот это всё дело. Вааа. Грязными такими вообще перевязывать можно? Нет. У меня вроде ранений нет. Но мы парочку возьмём на всякий случай. Всё. Больше ничего не вмещается. Ладно, выкину я иголку. Вот эту возьму. Погнали дальше. Прогуляемся. Ещё зомбак. Сейчас мы, ребята, попробуем найти что-нибудь полезное. Хочу показать вам, как крафтить здесь кое-какие вещи. Ну, к примеру, скрафтим, наверное, топорик вот такой. Во, вот такой. Для него мне понадобится вот такая штука делается из двух камней. Палка и верёвка. Верёвка как раз из ткани делается. По сути, её максимально быстро можно скрафтить. Ну-ка. А сможем прямо сейчас скрафтить? Слушайте, мы её, наверное, прямо сейчас сможем скрафтить вот здесь, рядом с ним. Главное сейчас вещи разорвать. Сейчас попробуем, ребята. Сделаю я чисто топорик. И нам, надеюсь, этого хватит. Да, разорвём вот это ещё дело. Так, три. Плюс надо будет разорвать вот на такие мелкие детали. Так, хорошо. И парочку разорвём на мелкие вот эти верёвочки. Из неё уже сделаем нормальную, ну, более-менее нормальную верёвку, которая нам понадобится. Перевязать камень к палке. Так, три, нужно пять их штук. Так, ещё одну. Вот, ребят, мы сделаем вот такую штуку. Не показывает, сейчас посмотрим. Сейчас дорежет. Так, дорезал. Вот. Для этого нужно пять вот таких мелких верёвок. Вот здесь показывается, из чего оно делается. И здесь, что потом при помощи вот этой штуки можно сделать. Топорик, к примеру, ножик. Рюкзачок даже какой-то. Вот. И всё в таком духе. Ладно, крафтим верёвку. Сейчас сделаем топорик. И с топориком, ребята, мы уже сможем нормально выносить зомбиков. Посмотрим сегодня на систему боёвки, как здесь всё это продумано. Верёвка есть, теперь нужно раздобыть два камня и вот эту штучку надо тоже. Подожди, а у меня иголка, ножик, что ли, куда-то делся? Да, ножик надо в руку взять. Вот это при помощи ножика добывается. Из неё получается из кустарника палки. Так, палки есть, они вот валяются. Можно посмотреть здесь, что валяется на земле. Так, а где у нас верёвка же? Где-то здесь валяется. И нужно получить ещё... Во, камни тоже появились. Из камней мы сейчас сделаем вот такую штучку. Её же? А, вот её. Из двух камней крафтим. Так, маленький каменный наконечник для топора сделали. И теперь сам топор можно будет сделать. Насколько я понимаю, да, уже возможность есть. Палка есть рядом, верёвка есть и вот такая штука рядом есть. Всё, крафтим топорик и погнали охотиться на зомбиков. Хорошо. Так, инвентарь. Закидываем топорик сюда. Здесь сюда можно поместить два оружия крупных. К примеру, топоры, кувалды и всё в таком духе. Можно, наверное, палку закинуть сюда. Нет, палку нельзя закинуть. А есть оружие типа палки там? Ну-ка. Во! Наверное, импровизированная wooden spear. Наверное, наверное... Стой. Из топора делается? Это типа копьё, наверное. Ну-ка, давайте-ка его тоже скрафтим. Топор используется для того, чтобы наверняка заточить. Хорошо. Теперь смотрим, что у нас получилось. Где палка наша? Вот. Ты сюда. О, да, во! Копьё! Хорошо. Топорик, копьё. Ножик нам, наверное, больше не понадобится, но я его на всякий случай возьму. Так, вот это выкину. Возьму ножик пока временно. Хотя, можно замутить вот такой ножик. Он делается из набора инструментов, верёвки и металлического скраба. Набор инструментов главное найти и рядом где-нибудь металлический скраб. Смотрите, копьецо есть, ребята! Сейчас посмотрим, как копьецо работает. Ох, ты неправильно работаешь с копьцом, чувак. Кстати, здесь можно кидать это копьё. Сейчас попробуем замутить. Смотрите, он неправильно кидает копьё. Он должен его кидать наконечниками вперёд, а он кидает по-другому немного. Ну-ка, встань-ка. Сейчас попробуем закинуть прямо в него. О, ни хуя себе! Офигеть! Смотрите, копьём! Круто! Я на это и надеялся. Опа-на! Держи, краба! Давай ещё разок. Этот медленнее, ребят. Хотя тот толстёк-то, он должен быть наоборот медленнее. Смотри. Не, я, короче, тайминги неправильно выбираю. Во, прям лобешник. Давай ещё разок. Да! Держи! Ох, блядь! Хорошо! Блин, и меня просадил. Надо отступать вовремя. Давай, ещё разок. Ну как ты с копьём-то не умер? Всё, ребята. Надеюсь, копьё я смогу забрать? Да! Копьё забрал. Хорошо. Разденем его, посмотрим. Кстати, здесь даже тушку можно разделывать. Вот это круто! Вот это копьё закидывать. Не знал, что настолько здесь всё это можно... Всё, погнали. Ладно, похер. На его одежду, одежда вроде слабенькая. Так, инвентарь. О, а вот это чё такое? Так-так-так-так-так-так. Не знаю, у меня места нету. Ладно, если что, вернёмся. Надеюсь, вещи не пропадают. Плюс бег здесь, ребята, регулируется колёсиком мышки. Крутишь вперёд, вон. Стоять. В здании кто-то есть? Так, если что, у меня топорик в руках. И они, насколько я знаю, в здание не заходят. Ты здесь стоишь? Ага. Иди сюда. Я тебя к объецам пропишу. Слушай, через окошко, может, можно? Да-да-да-да-да-да. Иди сюда, чувак. На, держи. Через окно. Ну, вряд ли его можно ударить. Но, мне кажется, можно закинуть копьё. Так. Если он забежит, здесь тесновато. Ладно. Пока полутаем. Как только полутаем, может, рюкзачок какой-то... О-о-о-о! Наконец-то нормальную чистую одежду, ребят, нашли. Хотя у меня тоже была неплохая. 0,6 килограмм. Обувь, кстати. Можно обувь поменять. У меня обувь была целее. 0,6 килограмм. Надеюсь, он не заходит. Так. Здесь. Ну-ка. Тоже 0,6 килограмм. Не, оставлю своё. Хотя... Подожди. Вот так сделаем. И закинем сюда вот эту тряпочку. Главное, не забивать в одежде свои вещи. Потому что это важно. Так. Здесь нет ничего. Ух ты, винишко. Жалко, винишко нельзя бухнуть. Так. Чё здесь? Пусто всё? Так, так, так. Здесь посмотрим. Тоже всё пусто. Здесь, по идее, должны быть медикаменты. Так. Так, тряпки какие-то. Это всё пустое дело. Опа. Она стиральная машина. А в стиралке у нас футболочка. Ну-ка. Сейчас заценим 0,6 килограмм. Наверняка футболочка хуже. 0,8 килограмм. Серьёзно? Футболка лучше? Ну ладно. Раз футболка лучше. Так. Тут на второй этаж подъёма нет. Ничего. О, холодильник не посмотрели. О, вот. Ножницы можно, кстати, вместо вот этого использовать. Ножницы, они пободрее, я думаю, будут. А это что-то непонятное. Что-то мне его кушать не очень хочется. Можно съесть. Не знаю, и внешний вид мне нравится. Во. Ещё плиту посмотрим и пойдём отсюда. Жалко. Ничего полезного для себя не нашли. Так. Здесь ванная. Здесь комната. И всё как бы, да? Да. И всё. Ну давай. Вот хотел со мной сразиться. Так. Сейчас копьяцом метнём в него. Ну давай. Прямо в сердце, ребята. Это, кстати, именно заключённые, которые не выжили в этом острове, они превращаются в зомби. Если я погибну, я тоже превращусь в зомби. Да что такое? О, да, ребята. Вот эта проработка с копьём мне очень нравится. Круто. Круто, круто, круто. Кстати, у него вроде одежда получше. Надо его одежду забрать. Так, посмотрим. Ну как минимум перчатки... А, перчатки уже есть. Ага, ага. Так, один килограмм, две вещи скидываем пока сюда. Посмотрим, что за... Да, это намного лучше. Забираю вот это дело, вот это дело. Это мы сейчас разорвём. Так, 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 так. Вот это дело, кажется. При помощи... Топора разрывает, не помощи ножка почему-то. Ну ладно, видимо, топор пободрее. А это что такое? Плинтен стиль. Стиль. Стиль, стиль. Непонятно. Кстати, вот эти, видите, они почище. Это грязное? Грязную выкидываю нафиг. Эти чистые возьму. Эту тоже выкидываю. И... Вот это давайте тоже нацепим. Кстати, футболка под неё. Отлично. И ещё целых четыре. Здесь полтора килограмма, мне кажется. Нет. Моя обувь пободрее будет. Не знаю, что это такое. Ладно, пускай пока возьмём. Это тоже непонятно, что такое. Ладно, приоделись вроде, ребят. Уже пободрее смотримся, топорик. Да мы вообще настоящие первобытные создания. С копьём, с топором каменным ходим. Круто. Всё, погнали дальше. Так, этот домик мы облазили. Не заходили на второй этаж. Кстати, именно в каких-то сарайчиках, наверное, появляются всякие молоты, которые мне нереально понравились. Тоже хочу подсказать вам, как с молотом здесь сражаться. Молот прям черепушки крошит, ребят. Чё за... Чё за разрывы кадров? Чё это такое? Так, здесь ничего полезного нет. Здесь нет ничего. Да что за... Ребят, чтобы вы понимали, настройки графики у меня на среднем стоят. У меня видюхо-то потянет, но у меня прок слабоват, поэтому... Так, видео у меня стоит на медиуме, на средних настройках. Даже на эпике у меня ничего не тормозило. Ну, может, бывают пролаги. Но просто именно, чтобы для записи видео поставил на среднее. Что вот это такое? Что за подёргивание? Ладно, пофиг. Забьём. Видимо, в здании вот подёргивание небольшое происходит. О, патрончики! Заберём-ка патрончики. Может, оружие найдём, раз патрончики есть. Так, патрончики нашли. Так, картины вряд ли обыскиваются, да? И надо в ванну забежать, чтобы посмотреть на медикаменты. Тут нет, бойлер стоит. Всё, выходим отсюда. А я спрыгнуть могу отсюда? О, спрыгнул, только вроде нормально. Прямо приземлился на стенку. Так, здесь что у нас? Гаражик. О, а в гараже как раз, наверное, какие-нибудь инструменты сможем найти. Так, пусто всё это дело. Так, всё это дело пустое. Ладно. Есть ещё тут рядом зомбики? Прямо очень хочется найти... Увалду какую-нибудь. Так, здесь нет. Ничего не обыскивается даже. Чё за плиту. Кстати, насколько я понимаю, ребята, здесь есть ли много... О, перчаточки. Но перчаточки явно вот эти пободрее. Заберём их. Эти выкидываем. И попробуем одеть вот это. О, слушайте, ещё оделась поверх футболки. Классно. Хорошо, приятно. Так, здесь нет ничего. Бойлер по-прежнему висит. И вот здесь, по идее, что-то должно быть. О, во! О, пенициллин. Заберём пенициллинчик. И вот эти... Это, наверное, антибиотики какие-то. Обезболивающие наверняка. Ладно, заберём обезболивающие и пенициллинчик. Пенициллинчик не знаю, для чего не медик вообще и никогда не пользую. О, сковорода, ребята! Заберём сковороду. Она вместилась? Круто. Её, насколько я знаю, можно куда-то поместить даже на руку. Ну-ка, топорик сюда. А сковороду сюда. О, в руку взял. Сейчас мы поработаем со сковородочкой. Сковородка тоже достойно должна себя показать. Если найдём кого-нибудь. Блин, давайте пойдём, короче, ребята, к воде. Посмотрим, как вода здесь реализована. Насколько я знаю, вода здесь тоже очень хорошо. Всё сделано. Так. Хорошо, что двери все абсолютно открываются. Здесь что за проходик такой? А, это туалет. Так, домик. Тут нет ничего. Тут вообще туалетная комната. Вот такие места надо частенько смотреть. Опа-на, водичка, которую можно попить. Вставай, вставай, быстрее. Чувак, видишь, он нападает. Ай-яй-яй. Сейчас, 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 соображу. Так, двоечка. На, держи. О, у него каска, ребята. Каску по-любому надо отнять. Этого чувака по-любому надо... Бам, держи. Сейчас копьецо может взять. Посмотрим, как... О, прям в лобешник. Держи. Зачем он копьем не тыкает? Куда эффективнее было бы, наверное, тыкать? Может, есть такая возможность тыкать просто? Я не знаю. На колесиком мышки. Это блок. Не, что-то тыкать не могу найти. Ребят, кто знает, напишите в комментариях, как тыкать копьем. Как кидать мы уже научились. Давайте закинем в стену. Крязь! Главное, чтобы он не сломался. Фу, слава богу. Не сломался. Хорошо. Сейчас. Заберем у него шлем. Вот этот шлем наверняка пригодится. О, четкий шлемик армейский. Армейские берцы. Мне кажется, тоже будут более полезными. И сейчас проверим штанишки. Что получше? Здесь полтора килограмма, шесть слотов. А военные штаны... Два килограмма, шесть слотов. Военные получше будут. Значит, забираем военные. Так, это взяли. Ножницы сюда. Так, здесь один слотик помещается. И нужно будет сейчас проверить, что именно заменит из этого. Синяя у нас два килограмма, два слота. Может быть, он верхнюю заменит. Не, футболку заменил. Да ладно, рубашка военная. Один слот всего лишь. Ты издеваешься. Ноль восемь килограмм. Один килограмм. Он заменил футболку. Ну ладно. Футболка у нас, насколько я знаю, чистая. Так что давайте мы ее тоже разорвем на ткани. Так, вот. Чистую ткань мы тоже раздобыли. И теперь, насколько я знаю, эту ткань можно, ребята, скрафтить вот в такую штучку. То есть куча... Только давай вот эту. Эту убирай. Вот эту еще. Туда и вот эту. Так, хотя мы одну оставим, наверное, ребята. Одну оставим для перевязки. Чтобы в случае экстренных ситуаций можно было бы перевязаться срочно. Так, хорошо. Инвентарь. Так, вот эту теперь можно закинуть сюда и... Блин, слушайте, еще одна была. Ну ладно. Можно было еще одну туда запихать. Ладно, ребят, так пойдет. Ткани раздобыли. Достаточно. Я думаю, ткани хватит уже. Если что-то... О, вот эта башенька. Это, видимо, маяк. Так, здесь нет ничего. В маяке должно быть что-то полезное однозначно. Сейчас, ребята, к воде побежим. У воды тоже посмотрим, что сможем найти. Не, это не маяк. Это металлический скраб. И еще бы инструменты найти. Это металл. Из металла можно будет сделать нормальный ножик. Во, водичка, ребят. Давайте посмотрим, как. Кстати, перепрыгивать через эти тоже прикольно. Оба-на. Если низкая, просто пробежала. Ну-ка, а вот здесь... Во. Ребят, смотрите, как все круто реализовано. Оба-на. Оп. В зависимости от высоты. Так, там у нас зомбики. Здесь... Опа-на. Еще один зомбик. Ничего, сразимся еще с одним. Кстати, а как здесь маскировка проделана? Как быстро он меня... Сейчас попробуем, короче, проверить, ребята, маскировку в этой игре. Как здесь реализована маскировка? С положения сиди бить возможности нет. Хотя это странно. По идее можно. Правда, удар будет слабее куда. Смотрите, я прям совсем приблизился. А! Я выкинул свой топор! Е-па-РСТ. Забираем топорик. Забирай. Хорошо. Все, валим отсюда немножечко. В эту сторону. Я случайно выкинул, когда зажимаешь... Получаем. Прям в башку. Да! О! Хороший удар. Сверху, когда бьешь, именно по голове попадает. Все. Еще встал? Лови еще, чувак. Ой-ой-ой. Меня просадили. У меня, наверное, уже ранение. Нужно перевязаться. Скорее всего, получай. Да когда же ты умрешь-то? А, к дереву. Хорошо. Все. Наконец-то. У меня ранение. Надо перевязаться. Так, латать дыры. Латать ранение. Так, вроде все, залатали. Еще есть латать? Нет, больше латать нет. Все, погнали. Сейчас мы зайдем в воду с той стороны. Там зомбиков поменьше. А у этого что-то было? У этого что за обудка? У него куртка, конечно, неплохая. Но я думаю, с одеждой нам уже достаточно. Больше одежду добывать не будем. В общем, хочу найти для вас кувалду и показать, как работает здесь кувалда. Ну и в будущем... О, во, пристань. О, плавает он тоже неплохо. Вода прикольная. Ну-ка, плавай побыстрее. И смотрите, ребят, вся одежда мокрая. И здесь есть метаболизм. Показывает все состояние полностью. Правда, здесь все на английском. Жалко, что нет русской локализации, потому что английским я вообще не дружу абсолютно полностью. Ну, кое-какие слова только знаю. И все. Если русский появится, то будет весьма круто. При наведении все это дело можно посмотреть. Классно. Вот кто знает английским, тем повезло. Нужно будет обучаться этому тоже со временем. Калории, баланс. Баланс калорий. В общем, мокрая одежда тоже влияет. Вот если посмотреть сейчас... Еще один согрелся. Да что ж вы... Неугомонные какие. Сколько же вас тут таких? Сколько поумирало? Держи! О, хорошо. О, прям в бошку. Бам! Держи еще. Братишка! Ой, промазал. Прости. Держи. Как тебе? Вот такой удар. Ах, не промазал. Шо? Да тут камни мешаются. Да что такое? Хорошо. Отдыхай, дружище. Ну что, ребята, могу сказать про эту игру. Игрушка мне нереально понравилась. Особенно система боевки. Боевка здесь нереально крутая. Такую боевку я, кажется, еще нигде не видел. Ну, может, просто не знаю многих игр. Но боевка реально понравилась. Как он кидает копию. Как он крушит черепа с кувалдой. Жалко, кувалду не смог найти для вас, показать это все дело. Ну ладно. Уже в следующий раз, если игра понравится. Если игра зайдет на канале, посмотрим на все это дело. Кстати, игру мне подарил подписчик, зритель мой, Лестник. Спасибо тебе за это большое. Надеюсь, в скором времени игрушки завезут русский язык. И тогда будет играть еще интереснее. Ладно, на этом закончим. Спасибо всем, кто посмотрел. Если вам видео понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Как вам вообще эта игра понравилась или нет. Есть ли она у вас, играете ли вы в нее и хотели бы вы ее себе. Увидимся уже в следующих видео. Всем пока.